всем привет друзья это видео о конструкторе от фирмы bello номер набора 10 427 а именно храм аэроджитсу это у нас копия набора от компании лего тоже название на храм аэроджитсу в наборе у нас присутствует храм два строения небольших такая кузница плюс домик рыболова или там лавочка какая-то затем у нас есть мостик небольшой так сколько у нас мини-фигурок 2 4 6 8 10 12 мини-фигурок плюс есть мини-фигурка статуи затем есть тележка и такой маленькой летающие какое-то средство что еще также у нас есть присутствует такой небольшой типа кинотеатр в самом храме принципе все и две инструкции сейчас все подробно и присутствовали наклейки наклейки и не наклеил также вы можете этот может быть сейчас что-то заметите не такой будет вам понятно но вот это общий вид этого конструктора а сейчас я сделаю камеру поближе и продолжу так вернулся я снова поменял немножко другой ракурс вначале посмотрим такие мелкие детали как например вот такое вот летающее средство но что-то оно из себя обозначает раскладывается крылья здесь есть два таких копья крылья но раскладываются крылья и такая ракетная какая-то установка можно дать фигурки в руки или как-то по-другому вот такая вот куда-то там чего-то летит откладываем инструкцию вам показывать не буду потому что вы можете инструкцию скачать она соответственно верная оригиналу потом вот такая вот пушка фейерверк соответственно мы крутим вот этот вот эту штуку там называется и вот эти пимпочки вылетают тоже можно дать мини фигурки в руки и катается когда катается она не стреляет возможно в оригинале должна стрелять не знаю но только когда мы вот крутим эту штучку не вылетает не буду вылетать это делать чтобы не потерялись пимпочки откладываем теперь будем смотреть на наши мини фигурки некоторыми фигурка мне дал что-то в руки ну как их зовут я не знаю подставки это я взял другого конструктора так что их нету на комплекте смотрим на почтальон потом девушка есть некоторые проблемы разворачиваем у них у всех по моему по одному выражению лиц у некоторых там по моему у ниндзя робота есть два выражения лица но вот эти по одному так посмотрели смотрим это у нас компания была конструктор уже наверно старый как зовут персонажи я не знаю поэтому вы меня извините вот есть проблема что вам чтобы показать что какие выражения то некоторые снимать вместе с их головными уборами поэтому простите так теперь вот этот ну вот этот старик это мастер ву я ему дал молоток руки борода смотрите вот так выглядит у нас еще два персонажа так дальше по сюжету эта женщина она должна быть там специальное помещение где есть холст и краски вот я дал кисточку что она рисует ну художница этому товарища дал лопату и ведро вот так вот сзади наверно хорошие мини фигурки но не все дальше еще два ниндзя видите у одного с глазами нормально а во второго глаза аж туда скрывается повязка сверху то есть они там немножко неправильно были наверно нарисованы постараться скорее всего все снимется кроме возможности вам показать но вы сами видите через повязку что не все хорошо вот так вот и не хочет держаться на пинах давай товарищ давай все так лишь последние два и вот обратите внимание вот этот наш такой вид у которого неправильно было нарисовано 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 лицо она у нас сверх ногами поэтому вот так вот эти какие бывают проблемы принципе волосы у него хорошие все нормально только вот такая видите проблем с этим нельзя все хорошо но я вам показываю чтобы просто знали что бывают такие вот неожиданные казусы так фигурками закончили теперь у нас есть вот такой вот небольшой мостик так у нас здесь есть такие какие-то каменные птички они везде одинаковые поэтому посмотрим с одной стороны такой мостик но вот есть некоторые детальки вот они вот они держатся очень плохо вот они болтаются и при малейшем нажатии они могут вылететь поэтому то что вас может ожидать такой неприятность так еще один один памятник вот такой вот каменный мастер у нет нет лица у него такой посох просто серый такой какой-то памятник какому-то мастеру аэроджицу или как там называется его специальная ниндзя восточное искусство ну неважно так теперь начнем с чего начнем начнем вот с этой постройки так аккуратненько берем и подносим камере так это у нас такой домик рыбака или чего-то здесь у нас есть две удочки на одну удочку у нас прицепился краб затем у нас здесь есть вот такой вот что-то здесь можно добавлять растительность вот так выглядит так затем у нас есть тут две курочки тоже не там сбоку сидят затем у нас вот 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 есть специальные два таких крепления которые мы вставляем в основное здание и можем сделать как бы модульность так затем у нас вот здесь есть вот эти две штучки это у нас наклейки должны быть затем у нас вот рыба красная серая затем вот это у нас умывальник такой вот еще раз вам прокручиваем здесь у нас такой фонарь или что-то такой фонарь с этой стороны вот здесь такое крепление интересное потом у нас вот это вот здесь внутри здесь лежит три лего батона или багеты такие длинные потом у нас можно вот так вот это дело приоткрывать вот сюда можно тоже ложить что-то я здесь ничего нет ну можно здесь что-то прятать так и вот здесь у нас мы открываем вот с одной стороны и вытолкнуть здесь у нас с одной стороны лежит такой сундучок закрываем и с другой стороны тоже сундучок и чё у нас там упало это у нас упала бочка с рыбами честно это все дело поднимем вернем назад чтобы ничего не потерялось так простите за маленькую запинку лучше чтоб было все вместе ну рыбки такие вот раз мы уронили мы можем положить в бочку там еще есть внутри вот здесь печеньки лежат какие-то или что-то там затем у нас еще есть вот такой крюк висит не знать для чего он возможно здесь можно подвешивать кого там очень такой вот домик рыбака или лавка рыбака ли что-то а вот еще смотрите у нас вот в этом месте в этом ящике лежат яблочке там какие-то ягоды стоком от маленьких деталюшек давай доставайся вот такой вот или вишенка или что-то тут их несколько штук ну присутствует такая вот для игры вещь теперь мы посмотрим на следующее здание внешний вид смотрите вот на вот этой вывески тоже должно быть должна быть наклейка труба тут у нас здесь внутри я уже не помню что здесь должно быть в этом ящике должны быть какие-то инструменты я надал эти инструменты лопату обменял молоток наши мини фигурка вот здесь вот такой вот в виде специального или очаг или что-то там звука не видно ну внешний вид соответственно вот у нас тоже есть крепление для соединения с основным зданием так что у нас вот у нас таким образом у нас дверь раз открывается закрывается я уже не помню вот здесь по моему я не доделал специальный не станок а устройство где кузнец что-то кует вот здесь я не помню чего-то мне не хватало и я не полностью сделал вот эту вот эту часть здесь у нас окошки должны быть ну то есть их здесь они должны быть но они здесь открыто пространство здесь никаких окошек нет с этой стороны тоже самое вот так вот сделано сейчас я вам аккуратненько сниму трубу на которой что-то выросло и вот крышу мы можно вот так вот раскрыть вот так видите как здесь сделано вот мы соединяем раз и вот такая вот красота получается что-то не все падает все падает вернем наше дерево где наше дерево 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 на вернем назад так в принципе домик классный вот для детализации еще сделаны такие вот звездочки на крыше вот тоже хорошенький такой посмотрели оставляем и будем приближаться к нашему основному зданию вы извините что обзор такой затягивается длинный большой набор на коробке указано что здесь присутствует больше двух тысяч деталей высокий высокое здание где-то наверное сантиметров 50 возможно высоту я вам прокручу вот таким образом начнем сверху шпиль которого вам не видно но он здесь есть потом обратите внимание видите здесь черная и серая детали я где-то не нашел или где-то их положил где ты может быть использовал но мне пришлось взять такую серую деталь из 2 серых детали мне этих черных не хватило поэтому вот такой вот казус так затем что еще ну в принципе такого по большей ну какие-то мелкие детали если у вас много всяких таких конструкторов и вы можете заменить ну как бы недостающие если у вас этот конструктор 1 вы сразу же будете его собирать во первых сразу предупреждаю что на лучше всего отсортировать детали отсортировать детали что вы могли вам было легче их искать потому что часто пакет ну в основном пакеты не пронумерованы и все детали их когда собираешь конструктор надо одну деталь от одного пакета брать 2 детали с другого и когда их очень много вы можете посмотреть когда я распаковывал вот этот показывал сколько деталей пакетов очень много и нужно много коробочек куда-то все делаю высыпать и потом будет вам удобнее собирать как сделано крышу она вот так вот то есть не крыша вот эти боковой части мы можем это сделать раз и отсоединить ну так вот сделано так ну внешний вид вы видите красивый красные окна такие черные такая понятно что в восточном стиле посмотрим что у нас внутри вот здесь вот здесь у нас на чердаке есть такой вот ящик здесь какая-то наклейка должна быть и у есть у нас обзоры здесь внутри лежит расческа и маленький такой леговский фотоаппарат нос ничего не потерялась вот это было по инструкции должно здесь лежать вложу на место затем у нас вот в этом месте как его как правильно назвать студия студия в которой рисуют картина вот эта женщина с кисточкой вот она с кисточкой даже эта кисточка должна быть здесь стоять по инструкции столик так сделан затем у нас вот здесь вот книги три штуки в одном письмо вы видите затем здесь у нас да такая непонятная деталь я не знаю почему она нужна что-то здесь зелененькое такое нарисовано я не смотрел мультик поэтому не знаю что для чего надо ну вот эти три книги здесь у нас стоят постараюсь постараюсь затем ниже этажом в этом месте у нас есть два мяча один такой серый другой золотой затем у нас лук поближе считается там лук но простите плохо видно что-то мне уже открылось лук ну таком духе лук такой и ниже у нас присутствует такой чашечка чайничек что-то там для кофепития или чая пить и восточных народах часто что-то пьют так и в принципе так вернем что-то у нас отпало такая эта штучка ой держись так и еще раз сейчас во второй раз я поменяю ракурс и покажу вам еще одну функцию не переключайтесь пожалуйста и вот друзья продолжаем наша наш обзор храма аэра джитсу это уже последняя часть нашего видео и показываю вам функцию которая у нас здесь есть такая вот для интерактива с правой стороны здесь мы прижимаем прижимаем пальцем и вот здесь вот такой рычаг мы крутим его и смотрим театр теней вот так вот все работает согласно того как должно быть в нашем оригинале вот мы крутим здесь рычажок и получается там и прижимаем в эту часть для того чтобы во первых было соединение шестеренок и включилась включился свет когда мы нажимаем там прижимается специально бегать такой кубик в котором есть лампочка и вот так можно крутить там вот смея внутри вот такой вот интерактивчик набор очень хороший хоть и здесь и не хватало некоторых деталей ну если у вас их много конструктора вы можете заменить поэтому смотрите конечно сами решайте сами оригинал уже наверняка вряд ли найдете или найдете по очень дорогой цене а китайский вот есть такие вот различные моменты тоже не лицо неправильно нанесено там где-то глаза могут быть выше деталей каких-то может не хватать ну вот такое вот такой вот храм аэроджитсу от компании было ссылку оставлять я вам не буду потому что его покупал в обычном магазине но вы всегда можете его найти по нам по номеру набора 10 427 на этом все ребята большое спасибо всем за просмотр вот вот такой вот огромный храм подписывайтесь ставьте свои оценки делитесь этим видео с другими со своими друзьями с другими людьми ссылочку на свой первый и второй канал на оба моих канала будут в описании ну и здесь высветились они на экране еще раз всем большое спасибо пока